всем здравствуйте вы со мной на канале юлия иванова и сегодня хочу вам предложить поэкспериментировать пока все мы сидим дома сильно в магазины не бегаем захотелось мне печенье думаю состряпаю из того что есть а есть у меня на данный момент 150 грамм маргарина 2 столовые ложки не больше не меньше сметаны одно яичко кунжута немножко были апельсины остались корочки сухие прям совсем сухие корочки соли немножко соды сахар мука все мука у меня высшего сорта немного осталось и первый сорт будем комбинировать начнем делать печенье что получится увидим в итоге и так маргарин у нас уже лежит здесь сметана забыла сказать апельсиновую корку я смолотила в кофемолке и через сито пропустила ее получилось 2 столовые ложки больше не надо ту горько будет именно вот все с цедрой с самой шкурочкой полностью и так буду на всякий случай стаканами мерить кому-то может пригодиться да может рецепт получится я себе его сама сохраню так что будем экспериментировать сыпем муку буду ориентироваться примерно на глаз сколько я считаю нужным стакан может и вышки хватит первый сорт может и не понадобится вот два стакана муки получилось 2 стакана муки давайте наверно пол стаканчика сахара вот так пол стакана сахара яичко яичко мы разобьем в тесто и часть оставим чтобы потом сверху смазать так что я сделаю вот так и часть белка сюда стакан вот так белок потом собьем и смажу так тут у меня цедра апельсина пол чайной ложки соды и щепотки две соли для вкуса я всегда добавляю все по моему будем замешивать сейчас я вот это уберу отсюда чтобы удобнее было будем замешивать потом посмотрим может быть добавим чуть чуть воды ничего я предварительно не смешивала вот так вот сейчас будем делать два стакана не знаю она многовато было тогда добавим водички смешаем в кружку сначала такое тесто обычно сначала кажется сухое сухой а потом дальше когда размешиваешь вроде ничего там же у нас и сметана и маргарин может и воды не надо будет а вы мне пишите вы экспериментируете вот так или нет я например да даже не совсем люблю когда точно все по рецепту когда я вижу до рецепт написан надо сделать все четко особенно какие-то торты там что-то это да четко все по рецепту ну когда я вижу что рецепт можно изменить то я могу его изменить как мне это нужно я как-то не зацикливаюсь на этом по-моему даже ничего больше не надо два стакана муки было здесь вот такое тесто типа песочного долго замешивать нельзя потому что оно затянется и будет печенье нехорошее как резиновое может получаться жесткое какое-то нехорошее будет и чем дольше месяц и чем тем она жиже будет вот только смешали и все достаточно ну вот и все чуть-чуть пахнет апельсином не знаю вот насчет апельсина что я смолотила я нигде это не видела ну чтоб так делали решила попробовать чистый эксперимент так сильно формовать никакой я его не буду наверное нет вот маленько жидковато мне кажется много добавим муки а немного чтобы знать сколько вот полстаканечка добавим чтобы быстрее смешалось сейчас вот так сделаем сильно твердое тоже не нужно оно потому что печенье тоже не будет рассыпчатое будет нехорошая сейчас посмотрим может быть не всю муку даже используем вот для тех кто не сильно дружит с выпечкой я всегда говорю не бойтесь экспериментируйте ну вот здесь продуктов практически ну какие то мы истратили на бюджет это сильно ничего не повлияет зато уже знать можно так вот это лишнее явно будет сейчас вот так отсыпем чтоб нам знать сколько муки ну вот наверно три части полстакана было значит не полстакана а четвертинку два с четвертью или получается два стакана с большой большой горкой и достаточно будет яйцо у меня было большое СО налевка если будет яйцо меньше то возможно и двух стаканах хватит муки можно конечно еще было сделать с шоколадом наверху я что-то решила с кунжутом вообще экспериментировать можно все что угодно делать так готово все вот такое эластичное хорошее тесто смотрите вот такое сейчас мы сделаем просто колобки сильно какой-то фигурное не буду делать насыпаем вот так кунжута немного сюда же сахар смешали яичко взболтаем белок все тут же на глазах моментально прям делаем без всяких заморочек ничего я добавлять не буду просто белок все лист я уже приготовила просто отщипываем печенье кому какой размером надо печенье такое делайте вот такой например вот такой например накатываем печенье попробуем такого немножко и палочками можно сделать я думаю сильно она не будет подниматься пять штучек у меня в ряд это нормально пойдет так сейчас я накатаю и вернусь к вам все накатали колобки то есть печенье сформовали у меня вот так вот на листик получилось и кусочек остался этот кусочек я хочу еще проэкспериментировать оставить на завтра и посмотреть получится ли завтра печенье этот кусочек пойдет на завтра эксперимент у меня продолжится так смазываю яйцо я по-быстренькому так каждую старайтесь чтобы на лист не попадала вот этот омлет на на листе нам не нужен так по-быстрому мажем 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 окошко открыло шумно так и теперь каждую печеньку вот так раз и обратно раз и обратно раз и обратно чуть-чуть перемешиваете чтобы сахар тоже наверху оказывался а то весь сахар останется кунжут уйдет а сахар внизу останется так сейчас каждую печенюшечку обмакну все обмакнула каждую печенюшку если не будет хватать добавите немножко добавила но у меня вот осталось куда-нибудь пригодится еще так все это мы сделали теперь ставим я у себя не разогреваю печь заранее потому что у меня печь старая я уже к ней приспособилась в ней так хорошо я ставлю в холодную печь примерно до 190 градусов надо раскалить у меня опять же стоит просто деление я ставлю на тройку потом если надо убавляю а так на 190 если у кого пар есть пар нельзя просто 190 градусов и выпекаем отпечется встретимся ну вот апельсиновое печенье с кунжутом готово отпекалась 25 минут с учетом что ставила я в холодную плиту вот такое красивое печенье получилось оно пропеклось полностью сейчас разломим посмотрим вы только посмотрите какое оно нежное сейчас я попробую прелесть очень нежное печенье получилось апельсин чувствуется кто хочет насыщенный прям такой мощный запах я там оговорилась у меня было две чайные ложки порошка апельсинового вот если их можно побольше ну больше трех я думаю четыре это максимум чайных ложки положить это будет уже горько если больше четырех ну вот две-три самое то очень вкусное очень вкусное прям нежное нежное я считаю эксперимент удался на сто процентов кому понравилось пользуйтесь таким рецептом можно кстати туда добавить кто хочет орешков допустим кунжут не делать а сделать орешки внутрь кто-то с изюмом хочет сделать пожалуйста тоже будет вкусно можно с цукатами мелко цукаты вот продают в пачках цукаты разные нарубить мелко-мелко внутрь сделать цукаты наверх не надо может подгорит а внутрь вполне так что советую экспериментируйте пробуйте заходите на мой канал будем еще что-то экспериментировать делать или просто какие-то хорошие рецепты займемся может пересадкой цветов на днях так что заходите кому понравилось пробуйте пеките оставайтесь со мной думаю будет не скучно а на этом всем пока пока до скорых встреч что это не все трудно так что так что это так так это так что это